Теперь отправимся в Финляндию, где происходят события, весьма неприятные прежде всего для тех граждан нашей страны, которые покупают там землю и собственность, но которые должны настораживать и всех нас. Чаще всего речь идет о тех землях и тех домах, которые находятся на юго-востоке Финляндии, поблизости от российско-финской границы. До последнего времени местные жители относились к покупке такой собственности русскими вполне спокойно и даже благожелательно, ведь вместе с нашими туда приходят и наши деньги. Однако совсем недавно здесь прокатилась волна погромов. Неизвестные вандалы совершили серию нападений на русские дома, били стекла в окнах, ломали мебель, портили имущество. В прессе это уже успели окрестить русскими погромами. Рассказывает наш специальный корреспондент Юлия Гробовская, только что побывавшая на месте событий. Юго-восточная Финляндия, городок Иматра. Граница с Россией вон там, в нескольких километрах. Но большая часть этой финской земли и дома выкуплены русскими. Граждане России ценят здесь прежде всего природу и безопасность. Однако последняя серия нападений на русские дома в Финляндии поставила в тупик не только владельцев этих домов, но и полицию. Детективы не могут понять, что это, обычный криминал или акции националистов. Детектив Юрки Ханинин, который руководит расследованием, подробностей не называет. Говорит, тайна следствия. И даже карту преступлений, которая висит в соседней комнате полицейского управления Иматры, показывать не хочет. Но охотно сообщает, что эта серия нападений на русские дома выделена в отдельное производство. Ведь одна из версий – преступления на национальной почве. Мы не исключаем, что мотивом этих преступлений может быть неприязнь, чувство злости и ненависти к русским. Потому что в домах почти ничего не крали, но было очень много испорченных вещей. Еще в июле Елена Павлова, риэлтор из Санкт-Петербурга, плакала от радости. Дом ее мечты в тихом районе юго-востока Финляндии был построен. Новая мебель, хрустальные люстры, комфорт и уют. А месяцем позже Елена плакала от злости и обиды. Свой дом она обнаружила разоренным. Сначала был шок, потому что не поверила случившемуся. Все валялось на полу, и портьеры, и все в грязи. Мебель попорчена, ну, видимо, вот принадлежностями для камина, потому что они валялись рядом. Вот, все вот это вот было разорвано. На большом диване были воткнуты сувенирные ножи, и вот он был воткнут в диван, и кетчупом все полито вокруг. Видимо, те, кто здесь безобразничали, добивались эффекта так, чтобы вошли, обалдели, удивились, испугались. Скорее всего, такой эффект. Им, в общем-то, это почти удалось. Вот фотографии. Чай, кофе, макароны, крупы. Все залито водой и валяется на полу. Здесь же разбитые яйца, рассыпанный стиральный порошок, вещи, вывернутые из шкафов и политый коньяком. Люстры разбиты. Первые сутки вообще не верилось. Мне все время казалось, что проснулся, как-то чего-то не будет, как в кошмарном сне. Потому что Финляндия, конечно, явно была для нас, может быть, одной из тех стран, где безопасно. Оказалось, совсем не так. Сейчас это называют здесь русскими погромами. За последнее время таких нападений в спокойной доселе Юго-Восточной Финляндии зарегистрировано около 15. Именно наши журналисты первые написали об этом. Мы считаем, что это отвратительно. И это нужно незамедлительно прекратить. Говорит главный редактор газеты Утис Вокси Харри Манскимен. Есть разница в культуре, и, может быть, некоторых финнов раздражает поведение русских. Как они относятся к каким-то вещам, или как ведут себя в каких-то ситуациях. Но русские же сюда не приезжают специально, чтобы устраивать хаос. Просто иногда эти две разные культуры встречаются между собой, и рождаются такие недоразумения, недовольства. Под жернова подобных недоразумений попала и председатель местного русского клуба Виола Хейстонин. Вот в этом регионе я сталкивалась с очень неприятными. Для меня даже мой мобильник пришла весть, что все русские отсюда вон в Россию. Обратно, да еще и ругательное слово сверху. В мое окно кидали сырое яйцо, разбивали стекло. Мне, например, угрожали при переходе улицы наехать на меня. Об этом я делала полицию извещения. Потому что здесь как бы зациклились на этой войне, которая была между Финляндией и Россией. И ее постоянно вспоминают, постоянно поднимают, и молодежь просто-напросто уже не знает, как относиться. Они думают, что здесь вот если россияне построят дом и будут здесь проводить свои выходные и отпуск, то от этого Финляндия как бы изменится. Или станет хуже, или превратится в часть России. По информации земельной службы Финляндии, сегодня в собственности русских состоит до 10 тысяч гектаров финской земли. И интерес к ней среди наших соотечественников постоянно растет. Финов раздражает то, что русские активно покупают землю Финляндии. Но в то же время отсутствует принцип взаимности. Финны не имеют права покупать недвижимость в России. Хотя многие хотели бы купить участки, принадлежащие когда-то их роду, на тех территориях, которые были утрачены финнами во время войны. Юха Эрала, депутат парламента от фракции «Истинные финны». В прессе их часто называют ярыми националистами. Многие связывают нынешний всплеск российских настроений в Суоми с их победой на выборах. К погромам, впрочем, «Истинные финны» не призывают. Даже осуждают их, как и все. Но претензии к России не скрывают. По большей части я доволен нынешними отношениями между Россией и Финляндией. Но есть вопрос, который вызывает у меня озабоченность. И который я хотел бы поднять, но в мягкой манере. Это возвращение Карелии. Земли, которую Советский Союз отнял у нас во время войны между Финляндией и Россией. Получается, что покупка русскими недвижимости вызывает раздражение. Но ведь с другой стороны, русские привозят в Финляндию деньги. А это выгодно местному населению. Хорошо, что русские сюда приезжают. Хорошо, что есть такой большой сосед, как Россия. Здесь не было бы столько магазинов, если бы сюда не приезжали русские. За всю эту ситуацию нам очень стыдно. Потому что до этого и всегда Финляндия была безопасной страной. И даже если финны уезжали в какую-то поездку, им не нужно было бояться, что кто-то влезет в их дом. И хотя такие преступления, взлом домов, происходят во всех странах, мы очень недовольны, что это произошло у нас. И надеемся, что полиция найдет преступников. А пока полиция и матры ищет виновных, соседей Елены Павловой, финны, эстонцы и русские, все вместе приводят в порядок ее дом. Теперь на этой улице, которая называется Персико-кату, к чужакам относятся подозрительно. Сама Елена уже пришла в себя от потрясения. И даже дом продавать не спешит, говорит. Наверное, пока будем жить, а там посмотрим, как местные будут к нам относиться. Юлия Гробовская, Максим Победушкин, Алексей Гусев. Аналитическая программа по скриптум. Финляндия.